Дорогая Церковь, слава Господу за это время, за эту возможность, которую мы имеем, собраться вместе и прославить Бога и пребывать в Его Слове. Вы знаете, мы должны учиться доверять Богу. Послушайте внимательно. Мы должны учиться доверять Богу. Когда мы приходим к Господу, когда мы принимаем Его, то я верю, Господь принимает человека в ряды своих детей, и у Бога есть на каждого человека особый план. Вот эта короткая жизнь, с которой мы пришли ко Христу, Бог в этой жизни имеет для нас особый план. Может быть тебе сейчас 60 или 70 лет, и ты вот думаешь, ну а какой у Бога план для моей жизни, жизнь уже подходит к концу. Неправда. Если ты живешь, значит у Бога еще есть вот на этот остаток твоей жизни, сколько, 10, 20, 30 лет, кому Бог положил, но есть определенный Божий план. И мы, как люди верующие, следующие за Христом, мы должны это понимать раз, и во-вторых, мы должны доверять Богу, чтобы не было в нашей жизни. Аминь, друзья. Вот я хочу сегодня говорить такую очень важную вещь, которая зародилась в моем сердце не так давно. Но, вы знаете, в мире очень много людей страждущих, которые болеют, которые страдают. Мы можем увидеть намного больше страдающих людей, чем людей, которые живут в каком-то благополучии, или они абсолютно здоровы, или у них ничего не происходит. Очень много людей. И в среде верующих, в среде христианской среде мы тоже можем наблюдать такие вещи. Но я верю в то, что Господь также является Богом-целителем. И Бог может исцелить любую болезнь. Он может убрать любые страдания. Для Него нетрудно. Нет такой болезни, которую бы Бог не мог исцелить. Нет такого страдания, с которым Бог не мог бы справиться в жизни человека. И это здорово. Но не всегда Божий план бывает для человека освобождение от каких-то страданий. И я могу сказать это про себя, потому что, когда я встретился с Иисусом, это были отнюдь не такие радостные минуты. Это были страдания. Я верю в то, что для некоторых людей есть Божий план. И чтобы человек мог обратить внимание на Бога, Господь ложит его на постель. Знаешь, когда ты лежишь на постели, и больше ничего не можешь, ни пошевелиться, ни повернуть голову ни вправо, ты имеешь возможность всего лишь одну, смотреть в небо. И я рассказываю вам не какую-то историю, я делюсь это своими переживаниями, потому что я никогда так не приближался к Богу, как лежа на кровати, глядя в небо. И это есть Божий план. Иногда в жизни человека Бог, Бог позволяет быть чему-то, Он допускает быть чему-то, чтобы приблизить нас к себе, чтобы нас чему-то научить. Некоторые люди, они иначе научиться не могут. И для них это есть Божий план, чтобы научить их любить Иисуса, чтобы научить их состраданию, чтобы научить их терпению. Но есть вещи, которые нам не нравятся, правда? У нас есть свои планы, особенно тогда, когда мы пришли к Богу. У нас есть такой особый план, мы уже даже себе его нарисовали. Вот у меня будет вот так, и вот так, и я хочу вот так, и будет, наверное, вот так. Но я помню, мы с женой планировали так. Мы говорили, ну, наверное, у нас будет двое детей. Сначала мальчик, потом мы сделаем перерыв года три, и у нас родится девочка. Мы так думали. И у нас действительно сначала родился мальчик, и мы обрадовались. А через девять месяцев девочка, а потом еще через девять лет еще мальчик. И мы принимали это. Это не были наши планы. Это не было наше такое, знаете, решение. Бог вмешался в наши планы, и мы приняли это так, как есть. Мы согласились с волей Божьей. Хотя вроде бы мы старались и делали все так, как согласно плану. Друзья мои, когда мы приходим к Богу, мы приходим очень часто со своими планами, но мы должны понять одну вещь, что у Бога тоже есть план на вашу жизнь. И так бывает часто. Он вымешивается в наши планы и меняет их. Но что происходит с нами? Обычно мы не понимаем Божьих планов. И нас это удивляет. Нас это приводит в какое-то смятение. Иногда даже какое-то посещает нас сомнение. Почему так? Потому что Божий план. Бог хочет осуществить то, что Он задумал в твоей жизни. И поверьте, у Господа лучший план для нашей жизни. Лучший, чем мы можем себе создать или построить, или написать. У Него лучший план для нашей жизни. Слава Господу! Но так бывает, друзья мои. Это то, о чем я сегодня хочу говорить. Когда мы отвергаем Божий план, когда мы не соглашаемся с Божьим планом, мы перестаем доверять Богу. В нашей жизни что-то происходит, то, что нам не нравится, то, что не вписывается в нас, в наше расписание. И мы отвергаем это. И Бог, послушайте, Он никогда не будет навязывать нам свой план. Это важно понять. Он сотворил нас свободной личностью. Он дал нам право выбора. И Он всегда предлагает. Но ни в коем случае Он не будет навязывать нам свои идеи, свой план. Он предлагает. Но мы, как люди верующие, мы должны согласиться. Мы должны принять Божий план. И именно это я называю доверять Господу во всех наших жизненных ситуациях. Аллилуйя! И мы должны этому учиться. И, конечно, в моей жизни я всегда смотрю туда, где мне было сложно доверять Богу, где я абсолютно Его не понимал. А такое действительно было. Когда я вообще не понимал, я не понимал, что происходит. Вроде бы я все делал правильно. Вроде бы я так, Господи, я старался изо всех сил. Может быть, несовершенно, но я старался. И вдруг все как-то иначе, все по-другому, не так, как должно. Но даже и в таких случаях мы должны доверять Богу. И приходилось, ну, прилагать огромные усилия, чтобы в этой ситуации, в этом случае довериться Богу. И потом проходит время. И ты смотришь. И думаешь, какой удивительный Божий план. Оказывается, как чудесно он все это сделал. А я думал, а я не понимал. Знаете, это вот как декоративная шпаклевка. Ну, смотришь на человека, мажет себе и мажет. Ну, лепню какую-то, да. Ну, так и я вроде бы так подошел и посмотрел. Ну, так и я могу. Взял просто, намазал там соскреб. Но когда эта шпаклевка, она покрывается краской, она покрывается лаком. И когда ты отходишь чуть-чуть подальше от нее, ты видишь удивительный рисунок на стене. Ты увидишь, ты видишь красоту, ты говоришь, как здорово, как красиво, как богато, как дорого выглядит это. И так и Бог. Мы не можем видеть его план вот от начала и до конца. И он нам не покажет. Это мудрый Бог. Зачем ему показывать нам все от начала и до конца? Если бы Бог показал Моисею его путь от начала до конца, Моисей, наверное, бы отказался бы следовать за ним. Бог не показывает человеку все от начала до конца. Он открывает по чуть-чуть по мере движения. Знаете, это как сквозь тусклое стекло гадательно. Или это как в тумане, когда ты едешь на автомобиле, да, у тебя есть фары, противотуманные фары, они горят. И ты видишь впереди дорогу, но ты видишь всего лишь настолько, насколько позволяют фары. и ты видишь свою дорогу по мере движения. Если ты двигаешься, тогда перед тобой открывается еще часть дороги. И так же у Бога по мере движения и доверия Богу мы можем видеть то, что Бог нам открывает совсем понемногу, по чуть-чуть. Поэтому, друзья, мы должны научиться доверять Господу. И сегодня я хочу вам привести пример одного человека, который был действительно очень искренним, любящим Бога, доверяющим Богу, но который не смог, не смог доверять Богу в том плане, который Бог имел в отношении его жизни. И он потерпел урон. Более того, не просто он потерпел урон. Люди, множество других людей пострадали в результате того, что он не смог довериться Богу полностью. И я верю в то, что если мы научимся доверять Богу полностью, во всех наших жизненных ситуациях, тогда и люди, которые живут рядом с нами и вокруг нас, они тоже будут иметь благословение. И если мы как церковь научимся доверять Богу, если мы увидим Божий план, и мы пойдем за Богом, мы откроем свое сердце для Божьего плана, Бог благословит не только церковь, Он благословит то место, в котором мы живем. Аминь, друзья. Итак, давайте мы будем подробно читать. Я хочу сегодня предложить этот текст. Четвертая книга Царств, 20 глава. Мы будем с вами читать несколько стихов и потом еще несколько мест из Священного Писания. Четвертая Царств, 20 глава. «В те дни заболел Езекиа смертельно. И пришел к нему Исайя, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Вот, вы знаете, очень часто мы говорим об исцелении, о жизни. Можно даже слышать такое, что Бог хочет всех исцелить. Что не воля Божья в том, чтобы человек болел. Мы можем тоже такое слышать. Это неправда. потому что, когда я читаю вот этот стих, я вижу, что воля Божья была в том, чтобы Езекиа заболел и умер. Как такое может быть? Воля Божья в том, чтобы человек умер, но мы видим с вами, Бог послал пророка Исайю, Исайя, которого мы читаем. И Исайя пришел к этому царю, и он сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание. Почему я должен делать завещание? Потому что ты умрешь. И та болезнь, в которой ты находишься, она ведет тебя к смерти. Вы знаете, что удивительно сегодня мы с Вадимом считали? На время, когда пришел к нему пророк Исайя, Иезеки было 39 лет. 39 лет. Вы можете себе представить? В 39 лет да только жизнь начинается. Женя, 39 лет можно тебя выйти? Посмотрите, вот экспонат 39 лет. Он же не старый, молоденький, посмотрите, какой крепкий, красивый. Он еще может родить много детей, Наталья, где-то, здесь она нет. Все впереди, столько планов, столько планов наперед. Впереди еще, он думает, 40 лет. О, и приходит пророк Исайя и говорит, ты себя плохо чувствуешь. Да, я заболел, пчи, но знай, что ты умрешь. Как? 39 лет. И смотрите, что делает Езекиа. И отворотился Езекиа лицом своим к стене. это тоже важно понять. Когда мы сталкиваемся лицом к смерти, тогда нас уже не интересуют материальные блага. Мы поворачиваемся к ним стеной, а лицом поворачиваемся к стене. Когда нам говорят, пиши завещание, все, ты понимаешь все, что ты имеешь, оно уже не имеет смысла. Пиши завещание, это значит, что уже при жизни ты еще живой, но оно уже не твое. И он поворачивается к стене, он отворачивается, и он начинает молиться Господу. И это правильно, он молится Господу. Ну скажите, когда мы болеем, мы что делаем? Мы молимся Господу. А когда мы умираем, мы тоже молимся Господу. Какая чудесная шкатулка. Просто представьте, ты всего лишь берешь, открываешь свою нужду, ложишь ее сюда на бумажки, за нее молятся, зачитывают, молятся на молитвенном служении, и проблема уходит. Как чудесно. Но только нельзя делать из нее, прикоснуться к этой сокровищнице, знаете. он молится. И посмотрите, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно. И мое сердце было всегда предано Тебе. Он не лгал. Он говорил правду. Если вы посчитаете, прочитаете его царствование, в 25 лет он пришел к царствованию, в 25 лет он стал царем. Если вы прочитаете его жизнь, он действительно, это был удивительный царь. Удивительный. Даже про Давида не сказано так, как про него. Этот человек был богобоязненный. Он ходил пред лицом Господа. Представляете, он не от времени до времени. Он ходил, он понимал, что всегда Бог смотрит на него. Мы ведь иногда думаем, что никто не видит. Мы ведь иногда думаем, что Бог не смотрит. Поэтому мы допускаем в нашей жизни грехи. Но он всегда ходил пред лицом. Смотрите, с преданным тебе сердцем. Он говорит, Господи. Далее он говорит, я делал угодное в твоих глазах. Я видел в твоих глазах, когда я что-то делал, я видел в твоих глазах одобрение. И там написано, посмотрите, какая была его молитва. И заплакал, и языки сильно. сильно. Посмотрите, что я хочу, какую мысль. Божий план был для языки болезнь и смерть. Вы поймете, почему потом. Потому что потом раскрывается план. И он был непонятен 39-летнему парню, который только начинал жить, у которого были в голове реформы, у которого были планы, который служил Господу честно, верно. Он не мог понять, почему. И он не соглашался с тем, что сказал Бог через Исаю. Он начал умолять Бога, Господь. Он начал плакать. Я ходил, я ходил пред твоим лицом. Он молится. Внутреннее несогласие с тем, что Бог сказал ему, с тем, что Бог определил. Я всегда говорю, вы знаете, что мы очень часто пытаемся связать болезнь и смерть. Мы думаем так, что если мы заболели, мы и умрем. Ну да, бывает и такое, но это важно понять, что болезни и смерти это две разные вещи. И они в большей степени не соприкасаются друг с другом. Если Бог определил человеку умереть, человек умрет. Жизнь человека в руках Господа. Бог дает жизнь и Бог ее и забирает. И это важно понять. И ты можешь быть в каких-то разных переделках, но если Бог определил тебе жить, ты будешь жить и ничто не повредит тебе. Но если Бог определил уйти с этой земли, ты уйдешь и никто и ничто не помешает этому. Жизнь человека в руках Господа. И здесь Бог определил, но языкия внутренние, Он начал сопротивляться Божьему плану. Бог, мы так говорим, Господи, почему? Но Бог что-то видит вперед. Вы понимаете? Мы видим только вот то, что мы видим. Но Бог видит вперед. Он даже может увидеть вперед на десятилетия. И это удивительно. но мы не видим этого. Мы думаем, мы предполагаем, как написано человек, предполагает, а Бог располагает. Бог так хотел, потому что он что-то предвидел. Но языкия он начал молиться и горько плакать. Почему? Потому что Бог вмешался в его планы. У языкия были свои планы. И здесь представляете у вас свои... Он говорит, все, пиши завещание, ты умрешь. Еще болезнь. И он начал плакать и молиться. И это было плач и молитва, потому что Бог вмешался в твои планы. И он хотел их изменить, он хотел свой план. И вот языкия он молится, он говорит, я был хорошим царем. Я делал все так, как ты указывал мне. Я не похож на других царей, негодных царей, которые были до меня. Я делал все по слову твоему. И ты позволяешь мне умереть. Нелогично, правда, как-то? Ну, ладно, если бы это был бы там какой-нибудь похабный царь, но убрал его Бог и все. Но когда этот царь идеальный, в расцвете сил, и вдруг Божий план, ты позволяешь мне умереть, и знаете, что Бог ему потом говорит? А ты что, мне не доверяешь? Ты мне не доверяешь? Мой план в твою жизнь? Я определяю некоторые вещи, ты мне не доверяешь? Господь, я не понимаю, я думаю. И посмотрите, что происходит. Четвертый стих. Исайя еще не вышел из города. Пророк пришел, сказал и ушел. Он еще не вышел из города, видать, жил где-то в поселке. Как было к нему слово Господне, и Бог говорит Исайе, 5 стих, возвратись, скажи языке, владыке народа моего. Так говорит Господь Бог Давида отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот, я исцелю тебя, в третий день пойдешь в храм. И пророк Исайя разворачивается и дальше Бог даже говорит, я прибавлю к твоим дням 15 лет, то есть 39 проживешь 15 54. Хо, халлилуйя, еще 15 лет, Исайя приходит к нему и говорит, языке, Бог твою молитву услышал, он сказал, что он исцелит тебя, и ты будешь жить еще 15 лет. И я представил себя на месте языки, что я пишу завещание, болезнь, которая меня ведет к смерти. Бог сказал, ты умрешь, никакого исцеления. И я плачу, молюсь, и вдруг приходит слово, и Бог говорит, языке, твоя молитва услышана, ты будешь жить. Бог меняет, вы видите, Бог меняет свои планы. Его определение было одно, языке, не принимает это определение. Дальше Бог меняет планы. И так было бы здорово. О, аллилуйя, вера может указывать Богу, что делать. Вы слышали когда-нибудь такую ложь? И я верил, я молился, и Бог меня исцелил. Болезнь ушла, и у меня еще есть 15 лет, для совершения моих планов. И вроде бы казалось, это удивительная история о том, как Бог отвечает на молитвы. А знаете, что произошло? Произошла дальше трагедия. Исцеление пришло быстро. Исайя сказал ему, возьми пласт смок положи на рану, нарыву, и он выздоровел. А дальше произошло вот что. Ровно через три года, вот после этого события, у языки рождается сын. И он называет его Манасия. То есть после этого случая, как проходил к нему пророк Исайя, прошло три года, он остался жив, рождается Манасия. Человек-монстр. Его сын. Человек, которого нельзя назвать человеком. Чудовище в образе человека. Манасия, который уничтожил все доброе, что делал его отец. Он осквернил храм вместо Божьего присутствия. Он приносил жертвы бесам. Он взял в храм, который построил Соломон, и принес туда статую Астарты. А жертвоприношение в храме поклонения Астартия, но сопровождалось прелюбодеянием. И в храме Соломона, в храме в святом месте был разврат прелюбодеяния. Ни при одном царе такого ужаса не было. зло. Зло, которое принес монасию не только в свой дом, но он принес зло на весь народ израильский. давайте мы прочитаем это. 21 стих этой главы. Он говорит о том, что закончилась жизнь. 15 лет, которые Бог отмерил еще языки, они закончились. И почил языки с отцами своими, и воцарился монасия, сын его, вместо него. И теперь идет описание, я хочу, чтобы мы все прочитали это, идет описание царствования монасии. 12 лет был монасия, когда воцарился. Смотрите, 15 лет Бог продлил языки, а монасия воцарился в 12. То есть через 3 года языки озачил монасию. 12 лет был монасия, когда воцарился и 50 лет царствовал в Иерусалиме. 50 лет ужаса, 50 лет страдания, зла, диктатуры, абсолютное отрицание Бога, преследование за веру, кровопролитие, блуд, который был повсеместно в храме Божьем, в святом месте. За это Бог отвернулся от Израиля. Проклятие пришло на дом Израилев, на людей, беды, болезни, несчастья. Враги, которые постоянно обирали, грабили, не было больше благословения, не было на всем израильском народе. Смотрите, второй стих, 50 лет, все это 50 лет. Вы можете себе представить, что вот вы родили ребенка, и что его ждет в течение 50 лет? Ничего хорошего. Смотрите, я рассказываю вам, что бывает, когда мы перестаем доверять Богу, и мы вторгаемся в Божий план и пытаемся его изменить. Смотрите, второй стих, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израиля, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил, уже звездам начал поклоняться солнцу, луне, тому, что Бог сотворил. И дальше И соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь в Иерусалиме положу, о котором сказал Господь в Иерусалиме положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня и провел сына своего через огонь. Он организовал жертвоприношения детей, люди по его примеру приносили своих детей в жертвы. Смотрите, и он гадал, и ворожил, и завел вызывателем мертвецов, и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И далее 7 стих и поставил истука на старты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону сыну ему в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилев, я полагаю имя мое навек в храме Божьем. 11 стих Послушайте. А за то, что сделал монасты царь Иудейский такие мерзости хуже всего того, что сделал Леомареи, которые были прежде него и ввёл Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь Бог Израилев, я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. Страшно слышать такие слова. Но то, что делал монасты это прогневало Бога. И он ввёл вверх целую страну, целый народ в великое зло 50 лет. И даже после него это не остановилось, если вы прочитаете книгу летописи царств, это не остановилось, это пошло. Род монасты приносил одни проклятия, одни проклятия в жизнь Божьего народа. 13 стих говорит, и протяну на Иерусалим мирную верфь в Самарии и отвес дома Ахавова и вытру Иерусалим, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут её. Просто представьте, какие образы Бог описывает и говорит, что ожидает людей. А 16 стих посмотрите, ещё же пролил монасты весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха. И он завлёк Иуду в грех, завлёк. Он сказал народу Божьему, давайте, пойдёмте. Кровью было залит Иерусалим, невинной кровью. И когда я это читаю, я думаю, не надо было Езекии просить, чтобы Бог продлил ему жизнь. Не надо было. Он молился, и он так сильно просил. И Бог ответил, он говорит, хорошо, ты не доверяешь мне. Я вижу, Езекия, ты мне не доверяешь свою жизнь. У тебя есть свои планы, и ты не хочешь впустить мою волю, мои планы в свою жизнь. Хорошо, я дам тебе 15 лет, но ты сам об этом пожалеешь. Я дам тебе время жить, и твою жизнь я сделаю наглядным уроком на все времена и на всех людей, для всех людей, которые не доверяют мне. Этот мудрый царь, благословенный помазанник, до которого не было царя, и после него такого сколько добрых дел он сделал, и как восстанавливал он служение Богу, и как служил Богу, и любил. Этот человек вдруг в минуты болезни, страдания, он не принял Божью волю, он не принял Божий план, он не позволил Богу что-то изменить, и это принесло урон. И так бывает, друзья, сегодня эта история для нас урок, для нас подтверждение. Если мы не доверяем Богу, Его плану, если мы не позволяем Богу, мы будем терпеть урон, нет лучше, что Бог приготовил для нас, поверьте, нет лучше. Иногда я слышу, там, сестра свидетельствует, мы хотели там на даче дорожки, плитку там сделать, чтобы было все красиво, и дача сгорела. Что-то произошло. Или я купил машину, у меня есть планы, я хочу, и вдруг сильная авария. На машине ты не можешь двигаться, и ты думаешь, как? Или вдруг ты ввязался в какое-то дело, а оно не то, что там внезапно что-то произошло, курс экономики изменился, и ты думаешь, ну почему, что такое, мы не понимаем сразу, или пришла какая-то болезнь. Я столько раз слышу эти свидетельства, удивительные свидетельства, когда человек рассказывает, знаете, я заболел, и на скорой помощи меня привезли в больницу, и там в больнице я разговаривал с человеком, и потом там я понял, оказывается, почему я должен был быть в больнице. Вы должны научиться доверять Господу, доверять Ему, нашу жизнь, и то, что происходит, не чуждаться, поверьте, если мы отдали свою жизнь Иисусу, она в Его руках, она не в руках человека, вы понимаете, Жень, Его жизнь, она не в моих руках, я не могу ничего сделать, я могу держаться, но Его жизнь, она не в моих руках, и она не в руках человека, почему, потому что однажды Он отдал свою жизнь Иисусу, Он отдал в Его руки, и у Бога есть хороший план. 79 хочешь? 76 хочешь, видите? Кто-то, если так будет, кто-то из здесь сидящих тебя не увидит таким старым, молодежь может быть, но если так, но если так, это так мы думаем, но если Бог определит что-то другое, меньше, мы больше хотим, чтобы еще одному монахию родить, одного родили, еще одного монахию, зачем? Господь, я бы хотел, конечно, 76, но я не знаю до конца твоей воли, я не знаю до конца твоих планов на мою жизнь, я знаю, ты можешь продлить и 76, а потом уже 77, я уже думаю, уже, Боже, уже планы мои все, ты уже нарушаешь мои все планы, но ты можешь, это может быть выглядеть все иначе и по-другому, вы знаете, болезнь, чему научила и чему она должна была научить языкию, отвернись, напиши завещание, помните, и отвернись к стене, пойми, наконец, что ты временная здесь, что ты умрешь, ты уйдешь с этой жизни, ты ничего не возьмешь, ничего, ничегошеньки, ничего, даже похоронят тебя в костюме, в платье, которое будет разрезано сзади и просто подткнуто под тебя, ничего, друзья, братья мои, сестры, мы должны научиться доверять Богу, да, мы строим планы и в этом нет ничего плохого, мы молимся, перестал ли я молиться об исцелении, нет, я молюсь и я вижу и вы видите, как Бог меня потихоньку исцеляет, продолжаю, я верю в это до сих пор, я понимаю, что когда тебе говорят, ты не будешь жить, ни одного процента не дает ни один врач в Омске, а ты все равно живешь и уже так долго издаешь анализы, врачи говорят, у вас все хорошо, и я понимаю, что Бог может делать больше того, что говорят или думают врачи, но тем не менее я верю еще и в другое, я верю, что есть Божий план, и может быть этот Божий план не всегда будет нравиться мне, или он будет вторгаться в мои планы, но здесь я должен научиться доверять ему, Господь, ты это допустил в моей жизни, в этом есть твой план, может быть ты чему-то хочешь меня научить, может быть ты к чему-то ведешь меня, и если даже пришла ко мне болезнь, и все говорят, эта болезнь ведет тебя к смерти, Боже, ты нарушил все мои планы, я так не успел сделать то, что запланировал, но я доверяю тебе, я не хочу в этом спасательном круге идти по воде, это глупо, вы понимаете, особенно если когда, знаешь, вода замерзла, лед, а ты идешь и спасательный круг, это еще глупее, я хочу идти по воде, довериться на тебя, довериться тебе, идти к тебе, друзья мои, мы не только в руках Господа, мы еще идем к Нему, мы еще идем за Ним, и мы еще идем к Нему, и мы имеем великое обетование, это небо, это царство Божие, откуда мы ожидаем спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который обещал прийти, который обещал нас забрать, я доверяю Богу свою жизнь, Его планы, они выше моих планов, и я уступаю Его воле, Его планам место, я отодвигаю свои планы и свою волю, и если что-то происходит в моей жизни, я останавливаюсь, и я доверяю Богу, да благословит всех нас Господь, не знаю, может быть, ты сейчас через что-то проходишь, у тебя большой вопрос, может быть, у тебя какой языке нарыв, и он не проходит, нарыв может быть не только телесный, он может быть и внутренний, знаете, внутренний нарыв еще страшнее, когда ты не видишь смысла, когда ты не понимаешь, для чего ты живешь, когда какая-то пустота или опустошенность внутри тебя разрывает изнутри, ты не видишь выхода, знаешь, сегодня Господь говорит тебе, доверься мне, продолжай уповать на меня, продолжай делать то, что ты делаешь, доверься мне, я обязательно тебя чему-то научу, я выведу тебя в любом случае, доверься мне, потом ты отойдешь в сторону, пройдет время и ты посмотришь на эту стену, на которой сегодня, возможно, тебя наносят, как штукатурку размазывают и ты не понимаешь, что происходит, но пройдет время и ты увидишь, какой чудесный Божий план был в твоей жизни, да благостоит нас Господь и, конечно же, Бог делает это, у Него есть цели, определенные цели, и когда Он что-то в нашу жизнь допускает, мы останавливаемся в этой жизни и мы должны заглядывать в свое сердце, а может быть что-то я делаю не то, что должен был делать, нужно остановиться обязательно, пересмотреть Дух Святой, которого мы и приняли, Он будет обязательно подсказывать нам и руководить нами, и если мы что-то делаем неправильно, Он выведет нас, знаете, как говорится, выведу вас на чистую воду, Он выведет нас на чистую воду, друзья, не в том смысле, что разоблачит, Он выведет нас на чистую воду, и мы тогда скажем, как долго я ходил по этим грязным лужам, а вот по чистой воде, на чистой воде босиком, да благословит нас Господь, давайте мы встанем на наши ноги, пред лицо Божье, сегодня мы должны взять для себя этот урок, этот ужас Монасии, этот ураган Монасии, он пришел в мир, он пришел в жизнь Божьего народа, потому что Езекия не доверял Богу, если я не доверяю Богу, я могу в свою жизнь привлечь этот ураган Монасии, в своем